У сотрудницы Джалабадского городского управления труда и социального обеспечения Зейне Пасановой в работе забот немало. Каждый день по очереди она обходит дома 14 одиноких пожилых и лиц с инвалидностью, находящихся на ее попечении. При необходимости вызывает врача, приносит продукты с рынка, помогает по хозяйству. Большинство одиноких пожилых людей и инвалидов не могут самостоятельно многое что делать. Мы для них и руки, и ноги оплачиваем коммунальные услуги, бегаем по другим делам, но выполняем все, что они сами не могут сделать и просят нас. Соцзащита – это наши мамки, няньки. Спасибо им большое, что не бросают. Часто, три раза в неделю приходят. Бывает так, что не то, что я звоню даже им. Если что-то плохо, позвоню, они приходят. Давление. Вот прошу лекарства, сама не могу уже дойти до аптеки с палочкой. Если сюда дойду, назад уже не могу. Поэтому она позвоню, приходит, принесет. Социальный работник, проработавший в Джалабадском городском управлении труда и социального обеспечения, 11 лет, получал в месяц 6900 суммов. С 1 апреля их зарплата выросла в два раза. Зарплата, конечно, была маленькая. А что поделать? Работали. Рады очень, что повысили нам зарплату, что наконец на нас обратили внимание. Теперь я буду получать около 13-14 тысяч суммов. Раньше зарплата начинающего работника составляла 6300 суммов, а с многолетним стажем всего-навсего 7062 сумма. Теперь с 1 апреля у 32 сотрудников Джалабадского городского управления труда и социобеспечения зарплата увеличилась на 100%. После повышения зарплаты нами был сделан перерасчет. Данные мы отправили в Бишкек, там они были рассмотрены и возвращены обратно. Уже в ближайшие 2-3 дня наши сотрудники получат удвоенную зарплату. Отметим, с 1 апреля заработная оплата работников сферы образования, здравоохранения и культуры, а также работников социальной защиты увеличилась с 50 до 100%.